Продолжение следует... Продолжение следует... В этом университете, кроме того, он является президентом Азиатско-Тихоокеанской ассоциации Глаукомы и является президентом Общества офтальмологов Южной Кореи. Мы все знаем прекрасные глубочайшие исследования в Южной Корее, которые проходят сейчас по Глаукоме, и во многом это заслуга профессора Пака. Для меня также большая честь представить Кристофера Льона из Китайского университета Гонконга, где он руководит отделом последипломного образования. Кристофер Льон является непосредственно соавтором тех исследований консенсуса, современного консенсуса в масштабах Всемирной ассоциации офтальмологии, о которой мы сегодня будем говорить. И мне очень приятно представить вам профессора Джеффри Либмана, который также представляет Колумбийский университет Нью-Йорка. Джеффри является руководителем отдела Глаукомы, кроме того, он главный редактор американского журнала Глаукома, и мы все хорошо знаем, и в мире он очень известен, как руководитель тех многоцентровых исследований по Глаукоме, результаты которых легли в основу современного мониторинга и лечения данного заболевания. Также я очень признательна профессору Владимиру Николаевичу Трубилину, руководителю Центра офтальмологии Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации и президента Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов, под эгидой которого, в который раз уже проходит наше мероприятие, Владимир Николаевич любезно согласился сегодня явиться со-модератором телемоста Москва, Нью-Йорк, Сеул, Гонконг. Владимир Николаевич. А я с большим удовольствием представляю Куршеву Наталью Ивановну, доктора медицинских наук, профессора, руководителя консультативно-диагностического отделения Центра офтальмологии Федерального медико-биологического агентства ФМБЦ имени Бурназяна, заведующую кафедрой глазных болезней Университета инноваций и высшего образования, заведующую, также являющуюся профессором кафедры офтальмологии Академии постдипломного образования нашего института. Наталья Ивановна организатор и вдохновитель этих симпозиумов, и уже в восьмой раз она проводит это мероприятие, в этот раз в виде вебинара, собрав лучших представителей офтальмологии и особенно специалистов по глоукоме со всего мира. Я, учитывая большую программу нашего симпозиума, я предлагаю начать с доклада Натальи Ивановны «Прогрессирование глоукомы. Эпидемиологические исследования. Факторы риска и предикторы». Наталья Ивановна, пожалуйста, слово вам. Спасибо, Владимир Николаевич. Дорогие коллеги, я прежде хотела сделать еще небольшое объявление. Сегодня наша трансляция пойдет на русском языке. У нас уже очень много подключений из регионов Российской Федерации, но в ближайшее время она будет доступна также на английском языке, потому что у нас есть большая аудитория и в других странах земного шара.